Доброе утро, Дим. Доброе утро, Сергей. Скажите, как ваше настроение? Дим, давай начнём с тебя. Ну, настроение отличное. Приехал тут вот в гости, в отпуске, но всё ещё есть некоторые незавершённые дела, которые, я надеюсь, мы сегодня хорошенько доделаем. Так что всё хорошо, тут солнышко, хорошие люди, всё клёво. Ну и вы, очень рад выступать на холле. Наконец-то, это мой третий раз на холле и первый раз не из запаса. Я очень удивлён, собственно, тем, что доклад был принят. Надеюсь, он вам понравится. Серёг? Тоже отличное настроение. Ожидаю очень много классных докладов вообще на этой конференции, конкретно доклада от Димы. И думаю, что будет что обсудить и будет классненько. Вот, знаешь, я когда... Мне скинули программу, я уже просматривал трек, и я так был рад, что ты будешь на втором треке, и я буду ведущим, и смогу послушать твой доклад. Мне кажется, этот доклад, он раскрывает те моменты, с которыми сталкиваются все разработчики, которые пишут на JS. Я не знаю, Серёг, тебе есть к этому что-то добавить? Мне кажется, что будет что интересное послушать и узнать, и поэтому, не знаю, можно, мне кажется, подходить. Вот, да. Тут очень сложно что-то говорить, потому что в предвкушении доклада, Дим, удачи тебе с доклада, передаю слово и аудиторию тебе, и с нетерпением смотрю и слушаю его. Ну что ж, благодарю. Сегодня мы поговорим про оптимизацию синхронной асинхронности, но сначала некоторый быстрый спойлер. Значит, ну, для тех, кто пропустил описание и поверил в доклад по названию, я сам таким иногда бываю, вот, чтобы вас не разочаровать, значит, о чём сегодня будет? Будет очень длинное введение, потому что важно понимать, зачем мы всё это делаем, почему, как, и на самом деле, как бы, когда я общался про нюансы, которые у меня возникли во время выполнения данной задачи, мне очень часто говорили, а зачем всё это? Поэтому зачем будет раскрыто очень полностью. Значит, мы поговорим про неудачные решения, потому что, ну, в этом вся соль, как бы, говорить, что всё классно и говорить, что вот делаете так, ну, наверное, неправильно. Мы поговорим про Object Pool, просто посмотрим, как он нам может помочь. Мы поговорим про Promises Queue. Кстати, во время доклада вы можете предлагать название для этой штуки, потому что, как бы, вот у нас есть некоторые проблемы с ней. Вот, мы, собственно, когда доберёмся до неё, поговорим с экспертом на эту тему, вот, но, тем не менее, как бы, за лучшее название я придумаю какой-нибудь ништяк. Так, что это, мы поговорим позже. Мы поговорим про разрыв асинхронного контекста, вспоминая доклад Вити Вершанского. Значит, поговорим про Unhandled Rejection и когда он у нас случается и как красиво это бывает. Значит, ну и посмотрим, как связываются разные решения вместе, то есть как Object Pool, Promises Queue, всё связает, что всё красиво было, значит, и решало нашу задачу хорошо. Вот, значит, если что, параллельно идут другие замечательные доклады, рекомендую сходить, все спикеры классные, в общем, рекомендую, там тоже очень интересно. Ну и некоторый дисклеймер перед вступлением, да, часть примеров представлены исключительно в ознакомительных целях. Ну, в МВП ок, если очень зачем-то надо ок, но по уму, как бы, инструмент надо использовать для автоматизации тестирования или сбора сложно добываемых данных со своих ресурсов. Не надо нарушать законы и прочее, значит, мы только засветлые и хорошие. Немножечко о себе. Значит, как уже сказал Миша, я помогаю делать JetBrains.com, а именно я там разработчик в WebTeme. Чуть позже подробнее расскажу про WebTeme. Фронтенд я преподаю в Технополисе. Это курсы на базе Питерского политеха для студентов Питерского политеха от Одноклассников и МЛУ. Мы там очень стараемся, очень долго, как бы, если вдруг вы учитесь в политехе, я рекомендую посмотреть. Вот, ну, немножечко я там делал всякие оранжевые соцсети, всякое банковское. Немножечко делал программы всяких разовосенних конференций, разочков пять с небольшим. Значит, ну и вдруг, если кто-то всегда хотел, но почему-то не мог, я знаю, как провести JS Underhood, обращайтесь. И еще относительно доклада. Несколько лет назад, господи, как давно это было, значит, Егор, замечательный Егор Малькевич, рассказывал доклад про то, как добывать данные. Значит, фактически мой доклад – это такой больший взгляд в глубину данного вопроса, в техническую именно. Соответственно, если вам понравится этот доклад и захочется найти каких-то больше кейсов практических, посмотрите обязательно Егора. Егор молодец, там очень много крутых кейсов. Ну что ж, поехали. С чего все началось? Значит, как я уже говорил, я работаю в веб-тим. Веб-тим в JetBrains занимается тем, что делает JetBrains.com, делает WebHelp. Это хелпы для всех IDE-шек, и, может быть, не только. Я знаю только про IDE-шки. Значит, ну и всякие разные веб-ресурсы. Например, вот в декабре делали 25 лет в JavaScript, отличный лендинг. Прям рекомендую зайти поностальгировать. Таких лендингов тоже много, соответственно, мы занимаемся кучей-кучей-кучей веб-ресурсов. Естественно, по этим веб-ресурсам нам нужен поиск сквозной, глобальный, чтобы все было хорошо, чтобы вы могли найти новую версию самой умной и замечательной IDE-шки и перейти, наконец-то, с некоторых текстовых редакторов на что-то правильное. Ну и хотелось бы, чтобы этот поиск работал. И, в принципе, он работал, все было хорошо, но пришла некоторая задача. В начале четвертого квартала прошлого года мы поняли, что, оказывается, текущее решение для построения поискового индекса по некоторым важным частям контента планомерно перестает работать. И если вы в тот момент попытались бы найти замечательный Дэна, как бы вы его не нашли, хотя он как бы есть. Ну и это немножечко грустно. То есть мы хотели бы, чтобы все ресурсы были доступны в поиске, и чтобы поиск работал, как должен работать. Почему же так происходит? Давайте взглянем на JetBrains.com и веб-ресурсы вокруг и посмотрим, что это такое. Значит, на момент, когда я начал всем этим заниматься, JetBrains.com, только вот сам по сайтмапу и странице с вакансиями, которые, кстати, открыты, представлял из себя 984 страницы, что вроде бы, ну, разные сайты бывают, но есть нюансы, да, с лендингами он представлял из себя 1095 страниц. Значит, ну и да, это только на английском языке, что важно. Значит, языков у нас 9, но на самом деле с некоторыми нюансами, их чуть-чуть больше, и они постоянно тоже могут расширяться. Соответственно, умножаем это еще на 9. Ну и мы же как бы про код, про разработку, поэтому у нас нет никакого CMS для JetBrains.com. То есть понятно, что какие-то динамические ресурсы мы динамически подгружаем, у нас есть сервисы, все такое, все стильно, модно, молодежно. Но как бы к самому сайту мы контент готовим относительно подхода к код-ферст. То есть мы просто пишем наш контент в HTML, реактике, у нас, в общем, ни у кого, включая отдел маркетинга, как бы с этим проблем нету, потому что так. Ну и сайтик делался достаточно давно и долго, то есть ему вот, ну, компанией недавно исполнился 21 годик, сайтику вот я по веб-архиву нашел что-то первое, что можно открыть где-то, ну, 18 лет назад, но будем считать, что приблизительно сайтику 20 годиков все это делается, да, то есть вот эти странички заполняются. Ну и стек у нас очень эволюционирующий, то есть мы когда-то очень давно начали с некоторого кастомного джава решения, написанного нашим техническим директором, естественно, добавив туда потом jQuery, когда это стало можно. Это для движка сайта было сделано, собственно, на этом был сделан шаблонизатор дальше. Потом у нас появилась Django, на которую мы перевели движок и начали добавлять туда немножко React. Ну и понятно, что сейчас, как у многих компаний, всем же известно, да, что многие переходят с интересных языков на React и TypeScript, значит, у нас очень много React, и все же остается Django, понятно, что остается jQuery, то есть, ну, есть старенькие странички, есть новенькие, но тем не менее стек у нас такой, что мы не можем просто взять, значит, как-то там отбросить все, что у нас было на протяжении 20 лет, с кучей страниц, с кучей контента. В общем, нюансов много. Ну и как же работало предыдущее построение поискового индекса сайта? То есть для поиска мы использовали сервис Algolia. Это сервис, в который можно просто загрузить индекс, отправляешь ему запросик, он тебе возвращает результат. Большое спасибо коллегам, они очень хорошо решают наши проблемы. Индекс сам билдился Django, то есть Django поднимало, собственно, движок свой, по нему проходилось с некоторым пауком, ну и так как вроде контент в Django, то все вот когда-то было хорошо, все доставалось. Ну, она там подсасывала некоторую аналитику, отправляла все это в Algolio, делала все это на замечательном TeamCity, который был правильно настроен, и с ним не было никаких нюансов, значит, ну и ресурсы показывались на сайте, просто запрашивался джейсончик, ну и мы уже рисовали это все в кастомном дизайне, чтобы было все в красивый стиль. Слов поисковой индекс пугаться не стоит, фактически это просто такой джейсон с огромным количеством, точнее не с огромным, а с небольшим количеством пропертей, то есть у нас там есть Object ID, это URL, какие-то там паренты, в общем, ну если глобально разобраться, то у нас есть URL, какие-то основные данные, страницы и контент. И вот, собственно, с контентом у нас начались некоторые проблемы после того, как мы начали планомерно переходить на React. Если мы посмотрим на страничку идеи, то, собственно, в браузере она выглядит хорошо и замечательно, но если мы отключим JavaScript, мы увидим то, как видел ее Django, ну или не видел. Правильнее сказать, что контента нет, потому что он весь уже плюс-минус в React, то есть как-то устраивать поиск по менюшечке и названию продукта, наверное, стремновато. Поэтому мы же все понимаем, что с React, когда мы его начинаем внедрять постепенно, доходит он до самого рута, собственно, и в пейдж-контент нам вставляют уже рано или поздно всю страницу, ну и не только. Поэтому часть контента, которая нам нужна, она у нас рендерилась React, и данные из него было доставать тяжело. И, в принципе, стало понятно, что мы должны получать контент, рендерящийся JavaScript, но как бы не меняя бы все. То есть, казалось бы, может быть, можно подумать о чем-то очень современном, то есть о каком-нибудь SSR или SSG, но 900 страниц есть, и поиск нам нужен прямо сейчас. Да и, в принципе, поможет ли нам SSR или SSG, потому что контент все равно надо как-то доставать, когда он сгенерится, все равно есть некоторые динамические части, с которыми мы ходим с клиентами, например, там, блоги или еще что-нибудь, там, продукт, вершины, цены, вот. Поэтому как бы просто выплюнуть HTML, как бы с ним потом работать, тоже не без нюансов, ну и понятно, что план перевести, как бы, сайт, которому 20 годиков за, ну, как бы, на SSR, ну, это такое, как бы, небыстрое, скажем так. Так, на SSR именно на NodeStack, чтобы мог выполняться React, значит, это такое небыстрое решение. Что же делать? Ну, собственно, мы немножечко подумали, и стало понятно, что, может быть, просто рендерить контент в браузере и уже, как бы, из браузера доставать то, что будет, потому что, ну, в браузере куча механизмов, инструментов, все, как бы, хорошо, вроде бы, казалось бы, можно, да. То есть, по сути дела, нам надо написать свой краулер контента, еще и дживоскриптовый, для построения вот этого поискового индекса, да, чтобы полностью снять ограничения на стеке, не знаю, мало ли мы за каким переписать какую-то часть на ангуляре, или что-то сделаем на ангуляре специально, что-то, может быть, на свелт, да, то есть, чтобы не прикручивать тысячу серверсайт-рендерингов, отвязаться от стека, просто использовать браузер как универсальный механизм рендеринга, собственно, для чего он и придуман. И чтобы весь контент в нем всегда был. Ну, естественно, возникает вопрос, чем это делать. Я человек не очень модный, поэтому я взял не плейрайт, а паппетир, у меня был с ним небольшой опыт, решил посмотреть на него, да, что такое паппетир. Это Node.js библиотека, предоставляющая верхнюю уровню API для контроля над хромом или хромиумом, собственно, как мы увидим чуть-чуть позже, достаточно удобная и хорошая. Работает поверх Chrome DevTools протокола, то есть, это не Selenium, который там, ну, мы все его любим, но у него много нюансов. Chrome DevTools протокол стабильный и хороший, как вы чуть позже увидите. Ну, и, что важно, современный. Большое спасибо команде Chrome DevTools за него. Значит, ну, и нам важно иметь возможность запускать Chrome или Chrome в Headless режиме, чтобы оно все было на CI. Это тоже все в паппетире есть из коробки. Собственно, все просто и хорошо. Посмотрев использование, ну, что тут можно сказать? Берем паппетир, создаем браузер, создаем страничку, куда-то идем. Можно даже скриншотик сделать просто, как об этом мечтали многие-много лет назад. Ну, и надо не забыть закрыть память. Все. Такая вот простая штука. Поэтому родилась идея, что в нашу текущую схему, где у нас есть, собственно, Django, мы бы взяли, Django бы поменяли на паппетир, а в качестве стенда, с которого брать данные, использовали бы продакшн. Потому что это, во-первых, было бы честно, во-вторых, как бы, ну, продакшн очень стабилен, то есть он-то, в отличие от каких-нибудь стейджингов, должен всегда работать. Ну, и возник вопрос, как? Да, то есть что, по идее, должен делать наш краулер? Получать странички из продакшна, как я говорил, мы очень надеемся, что с продакшном всегда все будет хорошо, с ним всегда все хорошо. Трансформировать контент в поисковой индекс алколи, то есть достать это как-то из браузера, превратить в джейсончики, ну, все просто. Сохранять этот индекс потом, ну, и делать это в какие-то более-менее приемлемые сроки. То есть, в принципе, как бы для нас перестроение индекса раз в день, и даже если оно уходит на все эти сутки, было приемлемо, поэтому как бы скорость каким-то ребром не стояла, ну, естественно, в обменяемых пределах. То есть перформанс бюджета какого-то строгого на это дело не было. Ну, и как это все схематично, если показывать, да, то есть продакшн сервера, с них мы берем сайт-мап, он есть у каждого приличного сайта, чтобы там не возиться опять же с подготовкой данных. Запускаем некоторый пейджесволкер, который просто проходит по страницам, подняв по пяти контекст, достает данные, эти данные отдает в билдер индекс рекордов, ну, и потом это все дело трансформирует в джейсон, джейсончик уже какой-нибудь там другой тасточкой уйдет. Ну, и чтобы оно все там в докере с пепетиром, на Node.js, в принципе, все находится за 15 секунд, все очень просто. Давайте посмотрим, в принципе, на кроулер, как он устроился, какой была первая версия. Значит, что у меня имеется. Да, я надеюсь, код виден хорошо. Значит, ну, так, мы пока все остальное скроем. Значит, у меня есть проектик, тут суть не важна. Значит, пакет-жейсончик, в котором, значит, у нас пепетир, некоторые штучки для того, чтобы сайт-мапчик получать и парсить. Значит, ну и как у нас все проходит. То есть у нас есть специфические штуки получения конфига, сайт-мапа, разрезовывать урлы. Ну, это там надо, чтобы в данном случае отсечь лишнее. Процессим страницы, делаем некоторый интерцептор для того, чтобы убирать лишние запросы, например, чтобы не дергать корзинку магазина и не напрягать коллег их мониторинг. Значит, ну и как-то там сохраняем джейсон. То есть вот тут вот мы как бы пострадали за то, что не используем Nest, но когда-нибудь обязательно будем. Ну и дальше все очень просто. Разрезовывали урлы, запустили пейджволкер, собственно, в котором, как я уже показывал, с кодом пепетира все тоже очень просто. Значит, мы подняли пепетир, получили странички, значит, засетили интерсепшены. Как видите, опишечки хорошие, ну и пошли гулять по страницам. То есть взяли урлы, фуровчиком, эвейтик, значит, подождали пока, ну, страницы на каждой мы ждем, пока там не останется, точнее, не пройдут два последних запроса, и от них там не будет 500 миллисекунд каких-то ответов. Значит, открываем страничку, кидаем в хендлер, да? Ну и потом забываем, конечно, уже закрыть браузер. Собственно, как-то странички обрабатываем. Тут есть некоторый шум, но в целом мы просто, как бы, смотрим, можно ли ее обработать. Значит, если все мы обрабатываем, данные сохраняем, ну и потом, собственно, их сохраняем в G-Сончик. То есть, ну, вообще все очень просто. Не забываем, значит, трайкетчики, какое-то лагирование, ну и антангет-риджекшен. О нем мы поговорим немножечко больше. Вот. Штука эта работает хорошо. То есть, сейчас я просто возьму и прямо честно пройдусь по G-Brain. Единственное, что у меня здесь для демо немножечко страничек, всего 10, да? То есть, вот я эти странички получаю. Вот прямо сейчас, надеюсь, от этого у нас не пострадает эфир. Собственно, куда же они у меня денутся? Положится в result. Он уже есть, но мы дождемся. Как видите, не быстро, да? Но мы полномерно идем страничка за страничкой. Значит, и, ну, отлично. Вот. Можно увидеть, да, что мы 40 секунд всем этим делом занимались на 10 страниц. Вот странички получили, сохранили. То есть, ну, задача решена, казалось бы, значит, но есть нюансы. Так, отлично. Вот вчера, когда я готовился к докладу, я делал это на 10 страницах, вот я потом выложу, вы сможете погонять, все это дело. Значит, ну и, да, я сейчас немножечко не в Петербурге, а в Кирове, немножко с другим оператором, то есть, там, цифры у меня будут немножечко другие. И у меня получилось, что вот это вот все работает на самом таком быстром наколеночном прототипе, 100 страниц за 215 секунд. Как бы, с одной стороны, у меня ограничения по бюджету нету, с другой стороны, страниц-то как бы меньше не становится, их будет больше тысячи, они будут посложнее. Вот, я это все увидел и взгрустнул, потому что даже просто, чтобы прогнать, что у меня оно все нормально работает, мне надо было ждать очень долго при всех хороших нюансах с интернетом. Я пошел это дело профилировать и смотреть и понял, что сеть – это самая тяжелая операция. Я думал, что я буду там долго что-то делать с контентом. Понятно, что в демках там кейсы работы с контентом, они сильно-сильно-сильно упрощены, но даже без всего этого вышло, что сеть – самая тяжелая операция, ничего вообще почти не стоит запрашивать странички. Важно то, как мы, собственно, работаем с сетью и вот с этими процессами получения страниц. Значит, если приглядеться к коду и сэкономить немножечко времени на четком профилировании, можно увидеть, что проблема у нас зарыта вот здесь. То есть я взял стильный, модный, молодежный await, синхронные функции, жахнул форчиком, потому что было так удобно, значит, и сделал такие вот запросики к страничкам, чтобы они загружались. И если посмотреть, то вроде код написан асинхронный, но на самом деле это асинхронные запросы, которые обрабатываются синхронно. То есть мы взяли все плюшки, которые дает нам нода с асинхронностью и сделали, то есть героически воспользовались await'ом и сделали нелепое решение, которое просто использует все это синхронно, не используя никакие дополнительные мощности. Фактически мы превратили, как говорят некоторые коллеги, нашу ноду в PHP. То есть одним процессом все доставать и никакого коннекта между этим. Что же делать? Возникает вопрос, потому что, повторюсь, что какие бы ограничения на перформанс не были, у нас их вообще почти не было, то все равно как бы локально тестировать это очень было больно. Что приходит в голову? Параллелизация. Потому что, ну, по сути дела, у нас проблем на основном потоке нету, значит, можно как-то поднять эти странички и поработать с некоторым батчем страниц, значит, просто сделав их несколько. Например, через промисол, завернув пачечку, и что-то получать из контекста пепетира, потому что там уже как бы хром, он нормально мультипроцессно работает, то есть там даже с челк-процессами ничем ввезти не надо, просто отправил задачку, ждешь. То есть фактически код превратился из вот такой вот, ну, то есть у нас вообще ничего не поменялось, то есть если мы проинспектируем снова индекс.js, то есть все ровно то же самое, пострадали за то, что не используем nest, значит, разрезолвили урлы, запустили пейджволкер, собственно, тут все ровно так же. И вот мы пошли и немножечко поменяли пейджволкер. Что же сделали? Значит, урлы сплетим пачанком, там ничего хитрого, просто вызывается функция, значит, запускаем браузер и делаем пул страниц, потому что создание страницы в пепетире – это тоже некоторая синхронная операция, попробуем на этом сэкономить, просто сделать страницы, которые будем переюзать. Тут ничего хитрого, получили из конфига, сколько нам нужно страниц в пул, значит, их там с нюансами проинители, повесили этот же один интерцептор, то есть в принципе по памяти все хорошо, просто фактически подняли браузер, открыли в нем вкладочки и пошли, собственно, дальше по этим вкладочкам работать. Опять же, фуровчиком, все стильно, модно, молодежно, только теперь мы берем чанг, значит, просим его загрузить. В загрузке у нас ничего хитрого, все осталось ровно так же, это же хендлер и все такое, значит, ну и потом просто бодро засовываем в promise all. Давайте наглядно, так, нам тут не дадут увеличить, да, очень жаль, наглядно посмотрим, как оно будет, 0.2, запустим. Как видно теперь, да, у нас лог выплевывается пачками, значит, вот мы начали грузить страницы, их там, они дообработались, начали грузить следующую пачку страниц, видно, что значительно быстрее. У нас в фантастике как раскачался интернет, получилось всего 13 секунд на демке на 10 кейсов, и если пойти к докладу, то вот на 100 страниц у меня получилось всего 69 секунд. Опять же, там, с нюансами того, где я вчера это все тестировал, выглядит уже неплохо, но тем не менее на, там, объеме в 500-3000 все равно мне было очень-очень больно это даже разрабатывает. Я, как бы, подумал еще немножечко, как, ну, где здесь могут быть проблемы. И, по сути, получилось, что теперь, как бы, асинхронные запросы обрабатываются синхронно и пачками, да, то есть мы фактически вместо вот такого вот ватерфлоу, которое у нас изначально получилось очень оптимистично и бодро, сделали вот такую вот штуку, что у нас теперь что-то идет в параллель, но параллель, она такая, как сказать, не совсем честная, да, то есть у нас все равно здесь прямо четко видно, что есть простои, и вот именно эти простои хотелось бы как-то, как-то, как-то что-то с ними сделать, да. И, естественно, возник вопрос, можно ли сделать это как-то лучше. Что приходит в голову? Полноценная параллелизация, да, то есть попытаться это все утрамбовать и все-таки как бы вот не промисолом, а чем-то другим это сделать. То есть чтобы получить вот такую вот штучку, понятно, что где-то там в конце все равно придется подождать что-то длинное, но чтобы если какие-то странички проскакивают быстро, с ними было все хорошо, если долго, то, ну, не без нюансов, потому что у нас, не знаю, там есть, например, лендинги, которые грузят, ну, очень много всего, просто, ну, как бы по сути своей. Вот, то есть и хотелось добиться честной параллелизации. Как же это выглядит? Пойдемте в честную параллелизацию и поизучаем. Соответственно, опять же, основной под ровно тот же, страдаем за Nest, получаем урлы, запускаем PageWalker, собственно, вообще интерфейсы нигде не поменялись. Значит, так, не сказал про PageProcess, собственно, он дальше просто по API-шке, по API-тира все спокойно достает, ну, в данном случае у меня простые кейсы, достаю метод description и содержимое заголовков и параграфов. Передаем привет семантике, попишите кроулеры, чтобы очень ее полюбить, ну, или начать писать. Вот, соответственно, тут тоже ничего не поменялось, но очень сильно изменился ран. Что пришлось добавить? Значит, понятно, что страницы я продолжил делать некоторым пулом. Значит, тут тоже ничего не поменялось. Собственно, странички создаем, значит, интерцепторы ставим. Все очень-очень просто и примитивно. Значит, ну, но дальше начинаются некоторые нюансы. Мне пришлось ввести несколько абстракций, которые мне позволили все это сделать. Пул ресурсов, о котором мы поговорим чуть-чуть позже, и добавить некоторую очередь, и вот эту вот, с позволения сказать, очередь промисов. Я, честно говоря, не знаю, как это правильно называется. Непрограммным комитетом мы вот пришли к такому названию, потому что до этого у меня было оно еще более тяжелое. Что же эта штука делает? Она как раз берет и делает честную параллелизацию нашей страницы, смерживая вот в эту кирпичную стеночку из Waterflow. Как она устроена внутри? На самом деле никакой магии нет. То есть мы сохраняем очередь. Очередь — это не что-то магическое и специфическое, просто мне было так удобнее с точки зрения того, что я тоже думал, что, может быть, там придется поиграться со структурами данных, как хранить массив, но, как видите, как бы все получилось очень просто, потому что, опять же, по профилированию у меня совершенно не жало времени, потому что страниц там пока тысяча станет, миллион, может быть, переделаю. Но мне хотелось именно чистый код получить в вот этой вот сложной штуке, которая называется PromoTQ. Соответственно, мы получаем PromoTQ и говорим PoolSize. PoolSize — это штука, которая говорит, собственно, вот сколько... Так, давайте переключимся. Сколько вот таких вот линий кирпичиков у нас может быть. Собственно, нам и страниц нужно создать столько же и фактически обозначить, на сколько процессов мы будем менеджить очередь. Вот. Ну, дальше тут какие-то служебные штуки. Ну, и вот в ране начинается... Так, сейчас мне отгадут мышку. В ране начинается интересное. Значит, понятно, что там надо посмотреть, что очередь не пустая, но дальше мы создаем некоторый внешний промис от рана, чтобы отдать его вовне, потому что у нас будет множество промисов поверх как бы одного промиса, на который будет подписана основная среда. Вот. Собственно, дальше просто в цикле разбираемся с очередью, закидываем в хендлер конкретный айтем очереди, ну и дальше торжественно его обрабатываем. Обработчик очень простой. Если у нас все случилось... Ну, точнее, у нас все случилось хорошо и все закончилось, значит, мы просто... Ну, закончилась не очередь, а именно промисы, которые мы ждем в рамках одного потока. Значит, мы просто все это делаем резолтным. Значит, если нет, то мы просто берем следующий айтем очереди и снова просим его подождать. То есть мы из такого верхнего промиса, который... Ну, вот я очень люблю все-таки в Deferit засунуть все это дело, чтобы отдать его сверху и контролировать нормально. Мы просто внутри, собственно, разбираемся с этими промисами. Значит, что же у нас происходит со страницами? Помимо того, что мы сделали их пул, получается, что у нас как бы каждую страницу могут... То есть они у нас используются вот не так просто, как было с батчами, да, потому что с батчами мы могли просто взять и сказать, что... Что вот дайте нам чанк, и дальше как бы мы в чанке получили... Получили айтемы, точнее, получили урлы, и дальше просто как бы странички дернули по индексу. И нам даже никаких дополнительных абстракций ставить не надо. Мы массивчик-массивчик сравниваем, из него получаем странички, все хорошо обрабатываем. В данном же случае у нас... Так, где данный случай? Собственно, в данном же случае у нас как бы каждую страницу могут дернуть дернуть как бы в любое время. То есть мы не знаем... Ну, то есть по индексу с ними общаться нельзя, потому что как бы просто проверять тупо... Потому что каждую страницу могут дернуть могут дернуть в свое время, то есть если вернуться к этим неровным кирпичикам. Вот. Поэтому я сделал как раз вот такой пул ресурсов, собственно, в котором, опять же, никакой хитрой магии, значит, в нем просто мапка, значит, эта мапка заполняется из массивчика, ну и дальше мы просто смотрим, занят или не занят объект, когда нам надо, и его освобождаем. Вообще, ну, как бы, ничего хитрого. Вот. Ну и, собственно, ждем, пока у нас выполнится очередь. Ее создали, сделали и поехало. Вот. Давайте посмотрим, насколько быстро это работает. На 10 страницах, возможно, мы не увидим, но, к сожалению, больше 10 страниц запускать во время доклада я бы не хотел, чтобы, чтобы, как бы, оно все-таки было. Вот. Как видите, даже лог поменялся, то есть у нас запросили сначала все, а потом начали потихонечку кирпичиками обращаться. То есть в данном случае у нас получилось 10 секунд, у меня на замерах чуть-чуть по-другому. Вот. Но честная работа с парализацией нам помогла. Вот. Здесь я хотел бы призвать эксперта, пожалуйста, эксперта в студию, значит, и уточнить у него, Серега, как вот эту штуку можно назвать? Слушай, но спецификации в самой по этому поводу ничего особо нет, потому что все асинхронные задачи, они зависят от хоста. В спецификации есть такое понятие, как асинхронная работа, но вот я даже не знаю, как назвать. А ты как? Ну, сначала я назвал это асин-кью-процессинг, значит, ну, как бы, видимо, опыт разработки на Java дает свои травмы, значит, но потом вот коллеги предложили это, мне оно нравится уже больше, вот, но все-таки не знаю, то есть, по сути дела, мы асинхронно разгребаем какую-то очередь по, ну, фактически мы менеджим менеджим процессы, которые, как бы, запускаем в отдельных промисах, поэтому, если писать то, что она делает, то, то, как бы, получается очень длинное название, мы впарываемся в первую проблему программирования, поэтому, вот, пока оставлю так, но, большое спасибо, Сергей, значит, но, опять же, пишите в чате, как эту штуку назвать, кидайте ссылочку, может быть, оно нам поможет. Честно признаюсь, что в Rx я такую штуку еще не посмотрел, может быть, там все это уже есть, но, как бы, суть в том, что я экспериментировал и делал что-то под задачу, затаскивая что-то большое. Вот, так, давайте вернемся к докладу. Что получилось по итогу? По итогу чуть-чуть снизилось время, вот, ну, вчера я тестил на 100 страниц на вот таком интернете, где я сейчас нахожусь. Вот, опять же, здесь помимо железа очень важен интернет. Вот, и получились цифры очень скромные. И я даже, как бы, разочаровался и думал, что, может быть, не стоит про все это рассказывать, но понял я это вчера, поэтому решил поднять статистику, значит, и понял, что, вот, если посмотреть на то, что было, когда я это разрабатывал, как бы, полноценно, я делал это в декабре, соответственно, подход с синхронной асинхронностью у меня выливался где-то в час, а промиски у меня выливалось где-то в 7 минут. Соответственно, понятно, что оно того стоило просто тупо, чтобы можно было нормально работать. Ну, и вот тут, конечно, я думаю, меня никто за это не заругает, но небольшие цифры из TeamCity, на TeamCity тоже получилось так же, причем никаких хитрых, ну, никаких мегакомпьютеров и суперсетей мы там не ставили, да, то есть там обычно, как вы видите, дефолт Linux и страдает все время один Linux, значит, ну, и вот оно выполняется где-то там за 7-8-9 минут, это уже полноценно выполнялось, точнее, потому что сейчас там страничек стало побольше, значит, это 900 с чем-то страниц, и с размером пула на 12 двенадцать одновременно открытых страниц вот этих вот спочек промисов. Вот, почему 12 выявлялось эмпирически, да, то есть просто экспериментировали, что еще стало важно, если будете запускать Puppetier на CI вот в каких-то подобных штуках, очень сильно чувствовалась разница между одним процессором и двумя процессорами, да, то есть это всего лишь линок с двумя процессорами, сейчас вот дает нам такие результаты, на одном процессоре, причем, да, это виртуалка, а не честная железка, значит, на одном процессоре, во-первых, решение переставало быть стабильным, во-вторых, работало дольше, в общем, как-то так, и получилось, что мы, в принципе, потом вот этот вот параметр вынесли в, в, ну, даже из конфигов в интерфейс запуска, собственно, на TeamCity, если что, мы можем играться и переключать все, такой performance control option очень интересный получился, значит, ну, а локально я, например, гонял на размере пула в 25 страниц, чтобы быстро и удобно тестировать, то есть, мне не надо было ограничивать страницы, я все-таки нормально мог гонять тесты, которые я так люблю, вот, но, как бы, все вот это стильно, модно, молодежно и красиво, но есть некоторые нюансы, мы упустили одну очень важную вещь в реализации, а именно unhandled rejection, то есть, я вам уже показывал, что где-то у нас там внизу есть кейдж, мы мейн завернули, в общем, ну и если что, мы падаем, и даже unhandled rejection есть, то есть, мы как бы соломку на уровне рута подстелили, но, но не без нюансов, да, то есть, если у нас, что будет, если у нас возникнет вот такая вот ситуация, что просто где-то вот в этом pages walker, ну, понятно, что мы обрабатываем странички, значит, что на них будет, я честно скажу, как бы каждую страницу я не смотрел, потому что я бы, наверное, все еще это делал, значит, я просто как бы в целом смотрел на данные, которые у меня получаются, но понятно, что код краулинга в сравнении с тем, что в дамках, он сильно сложнее, потому что это как бы много нюансов, ошибки там возникали и не раз, значит, что же будет, если у нас случится вот такая вот фигня, а будет у нас unhandled rejection, причем он у нас будет такой, в данном случае, его будет столько же, сколько, их будет столько же, если у нас постоянно будут ошибки, сколько размер пула, ну, и как бы все встанет, тем более нода у нас была 12-я, она еще не падала, TeamCity подвисала, когда я начинал тестировать, в общем, было очень больно и неприятно, то есть приходилось логировать и все же разбираться, и как бы я вот очень думал много, да, что, значит, unhandled rejection, он нам честно пишет варнинг, что, пожалуйста, там заверните асинхронную функцию, значит, в кетч, либо там сделайте кетч, в общем, ну, кетч-то есть, в чем вообще как бы проблема, почему так произошло. Благо, мне когда-то довелось, собственно, курировать доклад замечательного человека и настоящего крутого эксперта в ноде Виктора Вершанского, у него был такой замечательный доклад асинхронной ноль, на который все еще нету публичной ссылки на YouTube-канале некоторой конференции, что следовало поправить, вот, но тем не менее вы его можете здесь посмотреть, доклад бомбический, вот там Витя ввел такое понятие, как разрыв асинхронного контекста. Давайте посмотрим, что же это такое. Если что, как бы демочку с тем, как все торжественно падает вот на всей нашей кодовой базе я тоже оставил, это можно будет посмотреть, но мы посмотрим на более упрощенном случае, потому что, ну, тяжеловато во всем копаться. Значит, пум-пум-пум-пум. Что же у нас происходит? По сути дела, у нас есть вот такая вот штучка, так, и вот такая вот штучка есть, что у нас есть какой-то промис, значит, мы его как-то там эвейтим, все красиво, нода правильная, стоп-левел эвейт, кач ловится, все красиво, хорошо, значит, никаких проблем нет, в консоли нам, честно говоря, что вот у нас такая ошибочка. Значит, но если вдруг мы хотим сделать следующее, значит, мы говорим, что у нас будет в промисе еще один промис, значит, который там будет резолвиться второй раз, значит, мы сделаем вот так вот, как видите, до какого кича мы вообще не долетели. такая вот интересная штука получилась, то есть try есть, catch есть, ошибки нет, хотя она есть. А что у нас есть? У нас есть unhandled rejection, который как бы просто у нас пролетел сквозь все. Сергей, как вы думаете, как спека объясняет вот такое? Ну, мне кажется, что здесь проблема в том, что внутренний промис, который никак не обработан, он никак не перехватывается внешним, и поэтому мы имеем такую проблему. А, ну, это как бы стало очевидно, но что же нам говорит спека по этому поводу? Ну, спека по этому поводу говорит, что не знаю, так и должно работать. хорошо, вот, конечно, большое спасибо, Сергей, конечно, я, когда это увидел, был немножечко поражен, большое спасибо, Витя. Значит, пользуясь его докладом, я как бы представил себе эту проблему следующим образом. Здесь мы создали некоторый синхронный контекст, значит, который мы и кетчим. А вот этот вот, вот этот вот промис мы, да, действительно никак не кетчим, и фактически мы в промисе, ну, то есть в уже синхронном контексте верхнего промиса создали еще один синхронный контекст, который мы тоже отдельно, к сожалению, должны хендить. И чтобы у нас все вот это вот работало, да, нам надо вот эту ошибочку уже кидать в... Так, нам, собственно, надо господи, сделать здесь честный так, reject мы делаем, нам надо взять reject и положить уже в него вот эту ошибочку. Изов мы уже не будем вызывать, чтобы не было. Соответственно, в случае, если мы работаем с каким-то верхнеуровнем промисом, который внутри себя порождает промисы другие, то reject из вот этих нижних промисов нужно коннектить с ним. И, соответственно, если мы посмотрим на то, что у меня было с promise queue, как бы это ни называлось, давайте мы это тоже запустим по-другому, чтобы с тестиком было. Соответственно, есть вот такой вот тестик, да, собственно, что у меня и происходило, что у меня была сделана эта очередь, promise queue был, собственно, ошибочка делалась, но проблемы оставались. Вот. Все потому, что когда я начинал менеджить вот эти вот промисы внутри, я не никак не делал, никак не обрабатывал rejection от них, потому что я же вроде тракет что-то поставил, все хорошо. А нет. Как бы каждый раз, когда вы создаете новый асинхронный контекст, вам, к сожалению, нужно его обрабатывать. И если мы возьмем и добавим обработку rejection, чтобы у нас, ну, понятно, что нам надо смотреть и, ну, rejection и успешных завершений у нас может быть много, поэтому нам надо четко контролировать, завершилось ли это дело. Вот. Ну, и, соответственно, если мы будем нормально обрабатывать rejection и уже как бы контролируемый сверху promise rejected по-хорошему, у нас, собственно, все и пофиксится. Такая вот интересная штука. Еще раз большое спасибо Вике. Вот. Получилась, да, обработка ошибок, которая работает, хотя, конечно, я бы хотел работать с этим немножечко по-другому, об этом вот можете посмотреть, тут будет посылочка, там даже спрятан паскальный доклад. Что по итогу у нас получилось? То есть вот у нас получился действительно все-таки асинхронная асинхронность, которая нормально работает с пулом, которая нормально обрабатывает быстро, ну, приемлемо быстро обрабатывает странички. Все стильно и хорошо, и код получился достаточно простой, да. О, я, кстати, вот здесь еще не переименовал, забавно, вот так раньше называлось это promise queue. Опять же, ваши версии приветствуются в чатике, соответственно, которая, опять же, там, не зная ни про какие пулы каких-то там страниц, и просто говорится, типа, ну, сколько а-ля потоков она может запустить, мы говорим, типа, давайте, собственно, обработаем, и уже вот внутри, спокойно используя пул, который у нас есть выше, мы достаточно просто и вообще безгеморно стыкуем несколько абстракций и получаем от них очень большой профит, да, то есть фактически у нас получился такой менеджер потоков, что-то типа того, где вообще это может быть, понятно, что в повседневной жизни, то есть, ну, не знаю, я за 10 лет первый раз такую штуку в поролся, но бывают кейсы, где это бывает, очень нужно и только так все строится, например, вот драйвера каких-нибудь баз данных, или когда вы тоже пишете какие-то кроулеры, или разгребатели чередей, или там генерите какой-нибудь интересный контент, собственно, эта штука может быть вам полезна в таких местах, ну, и про Unhanded Rejection надо помнить, это что касается с технической точки зрения, что мы получили финально с нашим кроулером, мы получили на самом деле некоторую деградацию производительности, потому что для Джанги у нас все делалось 10-15 минут для всех языков, для Папетира у нас стало 6-11 минут для одного языка, вот, что вроде бы грустно, как бы, но с другой стороны Джанга не решал полностью задачу, Папетира задачу полностью решал, вот, ну, и как бы парализацию Папетира, в принципе, мы спокойно сделали через TeamCity, за что спасибо коллегам, которые его настраивали, что еще для меня стало открытием, что эта штука на самом деле, как бы, после того, как вы решили всякий Unhanded Rejection, работает очень стабильно, с декабря где-то запущено, вот сегодня буквально смотрел графики, вот самый плохой кейс, что где-то в феврале были нюансы, но нюансы там бывают из-за каких-нибудь диких редиректов на какие-нибудь замечательные французские Google Store, значит, где, ну, могут быть нюансы, а так все стабильно, чего на самом деле от решения с Папетиром я не ожидал, ну и удалось вернуть контент людям, собственно, чего так и хотелось, теперь вы можете найти Дэна на сайте Brains.com. Материалы. Код демок выложен на GitHub, сейчас я вот, ну, кейсы, где я еще чуть-чуть дописал, чтобы все работало с тестиками, они уйдут сейчас, а после доклада их закомичу. Значит, что я рекомендую посмотреть по теме? Ну, во-первых, если, в принципе, интересен кроулинг, то обязательно смотрим не гора, как я уже говорил, обязательно смотрим Виктора Вершанского, если он интересен, Unhandled Rejection. Также у Вити есть еще доклад про ChronoTop, это, он очень хорошо стыкуется с докладом про синхронный ноль, тоже строго рекомендуется к просмотру. В принципе, error handling штука сложная и вот некоторые авторы ноды про это, точнее, некоторые люди из Core Team Node.js про это тоже делают интересные доклады, как раз, где, еще показывают, как торжественно могут пролетать ошибочки, тоже очень рекомендуется. Вот, ну и если вам интересен Puppetier, то вот там один из, один замечательный коллега из команды когда-то Puppetier меньше Playwrightа, собственно, делал докладик на эту тему, ну и Chrome DevTools протокол рекомендую хотя бы посмотреть, потому что на нем на самом деле можно делать очень интересные вещи. всем я хотел бы сказать спасибо, что выдержали и дослушали, надеюсь, это было полезно, ну и еще поблагодарить некоторых коллег. Во-первых, спасибо WebTune за такие интересные задачи и отдельное спасибо Ольге Шалгановой за помощь в TeamCity, потому что без нее я бы точно не справился и она многому меня научила. Большое спасибо Витя, потому что опять же я бы, наверное, все еще раскапывал эти проблемы. Спасибо программному комитету HolyJazz, что они взяли и поняли и потерпели то, как я готовился. Отдельное спасибо Артему. Ну и Сергею большое спасибо за советы и экспертизу. Я готов к вопросам. Так, там в чате. У меня есть к тебе вопрос лично от меня, наверное, он немножко неожиданный. Ты использовал такие термины, как SSR и SSG и почему их нельзя использовать? Ты можешь немножко вкратце про них рассказать? Что это такое вообще и почему? Ну, SSR это как бы взять собственно весь реактик, который у нас есть и вот переписать ну, Django она фактически уже делает SSR, но она делает не весь SSR, потому что у нас есть реакция. Соответственно, логично бы взять перекрутить какую-нибудь ноду значит и хотя бы сервисом и собственно на ней вот это все реддерить на серваке значит и с сервака ну, как бы это уже получать полноценно, не поднимая никакие браузеры, пепетиры и все такое, да, то есть ну, как бы сделать а-ля Next.js или а-ля Gatsby значит но к сожалению как бы вот для лейнингов у нас и используется Gatsby и там все хорошо с этим делом ну, пока мы не ходим куда-то за контентом который нам очень нужен прямо в рантайме например, завязанный на ну, короче, который нам очень нужен в рантайме вот но как бы проблема в том, что как я уже сказал ну у нас 900 чем-то страниц которые content first это все как бы надо переводить надо писать надо менять движок в общем собственно поэтому мы не можем сгенерить статику по которой спокойно по HTML пройтись или как бы выплевывать ее с сервака то есть как бы мы можем но там условно говоря с пепетиром там под все наши кейсы я разобрался там условно говоря там за 3-4 недели значит а вот СССР я думаю мы бы еще не скоро закончили мы о нем думаем хотим но как бы есть более приоритетные задачи запускаем интересные другие штуки внизу даже должно быть написано какие спасибо за ответ есть несколько вариантов вот люди отправляют как назвать функцию есть варианты promise stream promise cycles я пока еще раз задам вопрос от себя где можно применить на фронт-энде такой подход на фронте например ну вот если мы говорим про про этот самый вот этот вот promise queue сорян у меня пока в голове еще это значит то ну при работе с воркерами например если вам надо что-то посчитать вы можете разбить это атомарно и запустить воркеры не знаю например вы хотите залить какой-нибудь большой файлик куда-то да то есть через воркеры я вот видел например как люди видео заливают очень удобно и хорошо ну не без нюансов но удобно и хорошо вот то есть вот для каких-то таких задач в принципе вполне подходит вот ну или если вам действительно нужно ускорить да не знаю там отправку каких-нибудь запросов аналитики еще что-то да то есть можно же это можно использовать не только для получения но и для отдачи чего-то вот например для аналитики это было бы очень гуд по-моему некоторые оранжевые социальные сети что-то подобное используют точно не помню но может быть кто-то из них расскажет ловите спрашивайте так есть вопросы сейчас секунду а про пул пул на самом деле как бы вообще это ну я первый раз его увидел из игровой ну из статьи про игровую разработку вот сам его использовал один раз очень круто для графиков то есть у меня был график который можно было собственно свайпить ну который можно было прокручивать в рамках месяца и у него менялись в зависимости от значений по Y менялась размерность оси Y вот и получалось так что ну а мне это надо было делать в некоторой оранжевой соцсети для очень слабых мобильных девайсов это была групповая статистика для малого бизнеса соответственно там наверное стрёмно требовать десятые айфоны от малого бизнеса в в Хартленде нашей замечательной страны соответственно я там впарывался ну то есть как бы там было несколько к сожалению мне сейчас неудобно переключиться в браузер но там как бы было несколько показателей и получалось что как бы на небольшой экранчик там было где-то около сотни точек XY которые к сожалению я вынужден тебя прервать вот и получалось так что их нельзя было взять и закешировать все потому что ну как бы там все швайпнулись Y поменялось как бы и тебе все надо перерисовать вот соответственно я просто вставил пул потому что там ну суммарно точек там 30 вы всегда видите 30-40 вот и это позволило к сожалению наше время вышло один график всего 30-40 объектов и не впарываться в ГЦ на мобилках очень полезный кейс собственно потом мы эту статистику запускали еще даже не просто в мобильном браузере а в WebView в мобильных приложениях где как бы ну я думаю если кто-то работал с WebView то резонуло там по ресурсам все еще хуже вот баков вообще никаких по производительности никогда не было очень хорошо получилось